Так, теперь мы продолжаем благословение на различные случаи жизни. Ну, их очень много. Я вам еще не дал благословение после чтения Торы. Я честно говорю, что я вообще не произношу этого благословения. Почему? Потому что обычно у нас мало времени. Часто бывает, что меня торопят. Вот, если бы я встал и начал благословлять всех, то не выдержала бы никакая плоть. Так, как благословляют положено, да? Поэтому мы очень кратко делаем. И вот благословение после чтения Торы. Барухата адане элегейну мели галям. Это все опять остается так же самое, как было. Ашер Натан Лану. Ашер Натан Лану. Который дал нам. Торат эмет вехаей аллам. Торат эмет вехаей аллам. Значит, что дал? Истинную Тору. Да? И вечную жизнь. Или мы иногда говорим. Закон истины и жизни вечной. Если Тором мы будем считать, как закон, да? Закон истины и жизни вечной. Итак, Натан Лану. Торат эмет вехаей аллам. Ната бе-то хейну. Бе-то хейну. Так. Дальше знаю. Вечную жизнь. Бе-то хейну. Бе-то хейну. Бе-то хейну. Ната бе-то хейну. Итак, Натан Лану Торат эмет вехаей аллам. Ната бе-то хейну. То есть, даровавший нам истинную Тору. И даровавший нам вечную жизнь. Или даровавший нам Тору или закон. Да? Какой? Вечной жизни. Можно и так, и так перевести. И дальше мы опять добавляем. Баруха Та Аданай. Нотен Гатара. Я уже говорил, почему мы говорим один раз Натан? Потому что он дал, да? Нотен, потому что он делает это, как каждый день. Теперь особые благословения. Ну, я не буду говорить о благословениях там на Пурим, на Песах, на другие праздники. Но разные случаи жизни. Вот, например, если нам нужно окунаться в Мику. В каких случаях окунаются в Мику? Омомение. Омомение, да? Ну, значит, если перед посещением в Синагогу. Да. Перед тем, как начать субботу. Да? У евреев всегда есть. Да? Перед праздниками. Например, каждый год перед Новым годом мы ходим в баню. Да? Да. И так далее. Женщина еще связана с менструальным циклом, да? После того, как у нее уже все прекратились кровотечения, проходит определенное время, и она принимает Мику. После родов, через какое-то время, есть определенные правила. Мы будем о ней говорить. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам окунаться в Мику. Значит, это что? Заповедь, да? Поэтому первая, вторая часть и цивану Аль-Га-Тви-Ла. Заповедовал Аль-Га-Тви-Ла. Тви-Ла. Не путайте, у вас будет Тви-Ла, Тви-Ла, Ташлех, Машлех и так далее будут у вас на тесте. Да? Помните? Тви-Ла, Ни-Ла и так далее. Значит, не путайте. Тви-Ла – это молитва, да? А Тви-Ла – от того, чтобы погружаться, да? Те-Вель. Те-Вель – корень. Корень Те-Вель. Тви-Ла – погружение. А то, куда мы погружаемся, называется водоем, да? Ми-Ква. Ми-Ква. Маем, где Хва. Да? Хорошо. Но хватом не должно быть. Вообще, у евреев должно быть в одну трубу втекают, в другую вытекают. Решали такие задачи? Вы понимаете, что они имеют практическое применение, когда делается Миква, да? И обычно строят, что сначала Мику, а потом Синагогу даже такое есть. И есть специальные, если вы были в Киеве, может быть, там вот, если говорю, есть такие баптистерии в православных соборах. Это очень похоже на Мику, да? Видели? Помню, в Владимирском соборе. Я точно помню, в Владимирском соборе есть там. Баптистерии такой. Ну, вот такой вот, да, входишь и как бы вот такой вот ванна такая, да? Джакузи, в общем. Хорошо. Если мы сосуды в Мику, то благословен ты, Господь, Царь Вселенной, да, святишься на свои заповеди, повелевшему кунать в Мику сосуды. Вот. Тогда, значит, твилат га келим. Келим – это не келим, не ковры, это сосуды. Так, хорошо. Теперь, например, при свадьбе, при бракосочетании. Да, вы помните Эйрусин и Кидушин. Я буду об этом еще говорить о семье. Значит, делается так. Значит, бракосочетание – выполнение одной из важнейших заповедей Торы. Перед началом свадебной церемонии жених и невеста становятся под хупой, свадебным болтохином. Хупа символизирует дом жениха, в который он вводит невесту. С основной части церемонии благосочетания является обязательное присутствие двух свидетелей, соблюдающих законы. То есть, евреев старше 13 лет и не находящихся в родстве ни между собой, ни с женихом, ни с невестой. Дальше совершается, собственно, обряд обручения – кедушин. Кадош – это что значит? Святой. Значит, отделенный – посвященный. Поэтому муж и жене – этим кольцом, что ты посвящаешься. Посвящаешься, то есть посвящение. И еще кадош, видите, святой. И кедушин – это, можно сказать, N – это суффикс большой. Значит, это высшая степень святости. Если в традиционном христианстве супружеские отношения – это что-то вроде такого, ну, чего нельзя не избежать, поэтому все-таки можно, да? Но в действительности предписывается даже в субботу, например, совершение супружеских отношений, да, с женой, мужей и женой. Это свято. Это свято. И поэтому посвящение, освящение. И жена после этого посвящена ему. А затем зачитывается кту-ба, и потом читается благословение, и после этих благословений бьется бокал, да? И уже эрусин, то есть эти невеста, жених и невеста, уже становятся полностью мужем и женой, да? До этого момента они могут быть просто посвящены друг другу, но потом они уже полностью находятся в состоянии завета. Супружеского завета. Итак, первое благословение, которое произносится, я буду по-русски благословение произносить. Вы знаете, как сына моего, я вам рассказывал, да? Женили. Это была кошерная свадьба у пятидесятников. Да. Вот. Я уже не помню, или... Ну, я сейчас в это общение. Это одно время было вообще не по-пазу, а потом обратно вернулся в Пятидесятническая церковь. Я не помню, тогда ли был Пятидесятническая церковь, или уже вообще не по-пазу. А сын мой только пришел с армии, и они сразу поженились. Потому что они были женихом и невестой, так сказать, еще до армии. Вот. И когда совершалось бракосочетание в церкви, значит, пастор благословлял, и я вышел. Взял свой талит, кифу надел, взял этот сидур, и по сидуру все прочел. Ну, правда, на русском языке. На еврейте я, честно говоря, могу ошибиться, потому что слишком сложные и большие предложения для меня тоже представляют трудность. Вот. И Стас кольцо передал, да. Правда, хупы не было, но это все-таки Пятидесятническая церковь. Вот. Но, в общем, все остальное было хорошо сделано. Ну, да. Я же говорю, у нас пастор тоже еврей. Причем я и кошерный, он кошерный. У меня дедушка еврей, у него бабушка еврейка. И там половина церкви еврея, другие половина церкви армяне, ну, и их родственники, соответственно. Так что, да. Такая у нас евроармянская Пятидесятническая церковь. Благословенная. Я очень люблю свою церковь. Итак, благословенный Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Да, первое благословение – это о плоде виноградной лозы. Да. Второе благословение дальше. Благословенный Господь Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам заповеди о запрещенных браках, запретивший нас невест и разрешивший нас наших жен после обрядов хупа и кедушин. Благословенный Господь, освящающий народ своей зрями обрядами хупа и кедушин. И жених и невеста отвечают «Амэн» и отпевают из бокала. Жених показывает кольцо свидетелям, которые должны удостовериться в его ценности и в том, что кольцо принадлежит жениху. Чужое кольцо не надо одевать. Ну, в крайнем случае бывает, что где-то берут на прокат, но все-таки желательно, чтобы оно было свое. Вот. И ододевает невесте на какой палец? На указательный палец правой руки. И произносит «Вот ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моисея и Израиля». Дальше опять произносится «семь благословений». «Семь благословений, которые считаются только в присутствии Миньяна». Из этих семи благословений... Так, а если Миньянин едет, можно проводить свадьбу? Можно. Почему же? Я говорил, два свидетеля нужно. Кольцо, да? В крайнем случае, даже если нету равен, то тоже не страшно. Ну, хорошо, когда равен, еще толпа народа, да? Ну, если нет, это тоже считается действительным. Правда? Итак, первое благословение. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы». Это еще раз произносится. И пьется, вы помните, жених и невеста, да? Сколько раз пьют? Два раза, два раза. После второго раза уже бокал разбивается. Второе благословение. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший все во славу свою». Значит, если вам интересно будет, если кто-то будет куда-то уезжать и захочет иметь сидур, я же говорю, у меня такой сидурик, да? Я говорил, работа я на деме еще не закончила. Но есть уже сидур на свадьбу, субботний сидур и так далее. Если вам интересно, вы скажите мне, вы скопируете себя. Вот так, надо этим работать, я думаю, получилось неплохо. Вы можете прямо по нему проводить свадебную церемонию, допустим, или что-то другое, соответствующее. Третье благословение. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, создавший человека». Четвертое. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который создал человека по образу своему. По образу и подобию своему устроил ты его. И построил для него из его же плоти здание речное. Благословен ты, Господь, создавший человека». Пятое благословение. «Пусть возвеселится и возликует бездетное, когда соберутся там в радости сыновья ее». Кто такая бездетная? О ком говорится? Это не о женщине говорится. О ком говорится? Иерусалим. Иерусалим, вы знаете, женского рода, как и все города. Все города и в рите женского рода. И Одесса мама, и Ростова папа, и Москва бабушка, да? Хорошо. Значит, когда соберутся в радости сыновья ее. «Благословен ты, Господь, радующийся его сыновьями». Шестое. «Дай же радость нежно любящим, как радовал ты с древности в райском саду, сотворенного тобой. Благословен ты, Господь, радующий жениха и невесту». И седьмое благословение. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту, ликование и пение, торжество и блаженство, любовь и братство, и мир и дружбу. Господь, Бог наш, да зазвучат вскоре в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, ликующий из-под свадебного балдахина и песни пирующих юношей. Благословен ты, Господь, радующий жениха с невестой». И жених и невеста пьют вино из второго бокала, после этого, как вино выпито, жених разбивает бокал в знак скорби по разрушенному храму, а еще также в знак того, что другой завет уже не будет заключен, да? А «Од-Ишама» еще будет слышен. Кто-то может спеть? Есть два варианта песни. «Од-Ишама» То есть, вот такой второй напел. Так что, у вас нету этого, да? Ну, как-нибудь, вот у нас будут практические занятия. Мы попробуем спеть, да? Хорошо? Это седьмое благословение. Это седьмое благословение. Хорошо. Теперь по обрезанию. Обрезание тоже очень интересно. Когда ребенка вносят в синагогу, присутствующие говорят «Благословен ходящий». Как будет? «Баруха-ба». «Баруха-ба», да. Дальше «Могель». «Могель» – это тот, который делает обрезание. Он говорит «Счастлив избранный тобою, ты его приблизил, чтобы он обитал во дворах твоих». А присутствующий отвечает «И мы насытимся блаженством в храме твоем, в святом дворце твоем». Потом передают ребенка отцу, и тот шепотом произносит «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя, пусть прилипнет небу мой язык, если не буду помнить о тебе и если не поставлю Иерусалим во главу веселья моего». Да, это все из псалмов, совершенно верно. Затем отец ребенка громко произносит, и присутствующий повторяет за ним «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Да, «Шмай Исраэль», «Адонай Лагейна», «Адонай Эхата». Отец ребенка, а потом все присутствующие два раза говорят «Господь царствует», «Господь царствовал», «Господь будет царствовать во веки веков». Потом отец ребенка, а затем все присутствующие говорят тоже два раза «Мы молим, Господи, спаси нас». Гошана. Да? «Ана Адонай Гошана». Отец ребенка, а затем присутствующие говорят «Мы молим, даруй нам успех». Гацлиха. Да? «Ана Адонай Гацлиха На». Гацлиха. Успех. Нужен нам успех в жизни. Правда? И это благословение ребенка к последующей его успешной жизни. Значит, я вам еще раз говорю. Ну, в принципе, вы можете как хотите говорить. Но я все-таки считаю, не говорите, что желаю вам удачи. Да, удача, она не от Бога. Сегодня есть, а завтра есть. Да? Желаю вам успеха. Успеха. Потому что успех – это то, что дает Господь. Да? Человек старается, а Бог ему дает. Потом младенца, значит, кладут в кресло Ильягу. Помните, мы говорили о нем. И после этого Моэль произносит. «Вот кресло пророка Ильягу, да будет он помянут добром. На помощь твою успевай, Господь. Полагался я на твою помощь, Господь, и исполнял твои заповеди. Ильягу, ангел завета обрезания, вот твое перед тобою». Видите? Ильягу, ангел завета обрезания. Как завет обрезания будет? Брит мила. Брит мила, да? Брит – это завет. Мила – это слово. Но от этого, видимо, происходит острый предмет, которым делает обрезание. Как называется? Бритва, да? Да. Брит. Брит мила, а делает бритва. Первоначально, вы помните, кремний был. Кремний и нож. Почему? Потому что кремний очень прочный. Вы знаете, что до сих пор, хотя вот сейчас есть совершенные инструменты, есть нейрохирургии для особо тонких операций, пользуются сколы кремния, которые вставляют в инструмент. Потому что кремень, с одной стороны, нейтрален, он, допустим, как металл, не дает окисления, да? И, с другой стороны, он очень острый, просто хрупкий кремень. И почему мы говорим, да, 7 раз отмерь, а 8 раз отрежь, да? Это тоже связано с заветом обрезания. Хорошо. Итак, ангел завета обрезания, вот твое перед тобой. Встань же справа от меня и помоги мне. Полагался я на твою помощь, Господь, рад я исполнить повеление твое. Словно нашел я богатый клад. И будет дарован прочный мир, любящим Тору твою. Помните, Ешо, опять-таки, видите, все имеет мессианские корни. Ешо, когда говорит о человеке, который нашел клад на поле, да? Поле в еврейской символике ассоциирует весь этот мир, да? И клад на поле – это что? Человек, да? И клад, который нашел на поле, да? Похоже царство Божие на клад, который я нашел на поле. Вот каждый из нас – это клад, найденный на поле. И хозяин, да, что делает? Продает все свое имение, да, для того, чтобы купить это поле. Ешо продал все, что у него было, да, ничего не пожалел, ну, не продал специально, лишился всего, что он имел, да, для чего? Для того, чтобы приобрести каждого из нас. И эта вот мессианская мысль звучит даже вот в таком, казалось бы, ортодоксальном обряде, правда? «И будет дарован прочный мир любящим Тору Твую, да не встретят они на своем пути препятствий. Счастье избранный Тобой, Ты его приблизил, чтобы он обитал в водорах Твоих, и мы насытимся блаженством в храме Твоем». Потом младенцы передают Сандак или Саджак. Вот, кстати, как кровь по-молдавски? Кровь? Сын же, видите? Санджак. То есть, видите, даже имеется ассоциация, не знаю, что от какого корня происходит. Но молдаване тоже замаскированы, евреи. После украинцев в молдаване третьи идут, так сказать, на кандидат, на кандидаты потерянного колена Израилева. Первый – это афганцы-пуштуны. Они сами об этом знают и сами об этом говорят. Вторые – это украинцы. Третий – это молдаване. Четвертый – это японцы. Ну, найдем когда-нибудь еще колена Израилев. Найдем. А русские? Ну, русские, видите, мало евреев держали у себя. Русские изгоняли евреев в черту оседлости, в Украину. Поэтому вот очень еврейское влияние и культура, и, видимо, и нитически тоже украинцы все-таки ближе к евреям. Потому что евреи постоянно жили с украинцами. Хорошо. И так передают младенца Сан-Жаку, и его еще говорят посаженный отец, то есть он садится и держит ребенка на колени. Перед тем, как выполнить заповедь, Маэль произносит благословение на обрезание. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам заповедь об обрезании. Сразу после обрезания отец кладет младенца. Если отец не присутствует, то сандак. И произносит второе благословение. А в земле Израиля также благословение Шахе Хияну. Итак, второе благословение. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам приобщать ребенка к союзу Авраама, Отца нашего. Помните обрезание? Это завет, относящийся к союзу Моисея. Это мнение ошибочное, правда? Почему? Вы то, что думаете, новый завет, старый завет, старый завет Моисея. Но обрезание было дано еще Аврааму. И вы, дети Авраама, да? Были дети Авраама по обрезанию и по необрезанию. Потому что, когда стал Божьим человеком Авраам до обрезания или после обрезания? До обрезания, да? И были у него, как говорится, дети духовные и в необрезании, и в обрезании. Но в обрезании оно намного лучше. И как Валентин Романович говорил, какая-то бабушка сказала, что красивше, да? Хорошо. Итак, к союзу Авраама. Благодаря Шегехияну. Вы помните. Благословенный Царь, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь, поддерживая нас и дал нам дожить до этого времени. Все присутствующие произносят три пожелания ребенку. Амен. Так же, как приобщился этот ребенок к союзу обрезания, пусть приобщится он к Торе и к Хупе и к добрым делам. Значит, три пожелания. К Торе, к Хупе и к добрым делам. Человек, вот, как говорят, там, должен посадить дерево, да, дом, это самое, и что там, убить змею, да. Но, говорит, деревья я не сажал, негде сажать. Говорит, дом, ну, дом я развалил. А надо иметь что? Видите? Еврейское пожелание. Торе. Да? Чему еще? Хупе. То есть, оставить после себя потомство, быть в браке. Хотя, вот, это слово не люблю, это слово брак. И что? Добрые дела делать, да? И добрые дела делать. Хорошо. Здесь у Маасим Товим. Здесь, вот, вы спрашивали, как добрые дела, да? В этом благословении Маасим Товим. Вот. Ну, еще вот это, как организация у нас, как это, Миловская сад, да? Это, скорее, дела милосердия переводится. Хорошо. Итак, значит, к Торе, к Хупе и к добрым делам. Дальше. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. И произносит благословение над бокалом вина. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который осветил возлюбленного своего с момента его рождения, и закон запечатлел на плоти его, и потомков его отметил знаком священного союза. И в награду за это повелел Бог живой, наша доля и оплот наш, спасать души от уничтожения ради союза, знак которого Ты запечатлел на плоти нашей. Благословен Ты, Господь, заключающий союз. Затем ребенку дают имя. Дают имя. И вы знаете, есть имя, которое дается ребенку при рождении, да? И часто даются ребенку два имени. Одно пишется в паспорте, а другое в уме. Как вы говорили всегда, два пишут, три в уме, да? И когда принимает человек Баар Митсу, он тоже принимает новое имя. Значит, Бог и Бог отцов наших, сохрани этого ребенка для отца и для матери, и да будет оно речен в Израиле, произносится имя младенца, сын такого-то произносится имя отца, и пусть радуется отец сыну своему, и пусть радуется мать плоду чрева своего, как сказано, возрадуется отец твой и мать твоя, и возликует родившая тебя. Ну, я не буду дальше подробно говорить. Есть еще выкуп первенца. Вот, это тоже очень интересно. Помните, выкуп первенца кого выкупает? Первых детей, да? Первого сына, который родился. Дочь не выкупает. Сейчас, конечно, в некоторых, ну, так сказать, модернизированных еврейских общинах, может быть, и с дочерьми делают такое, не знаю. В принципе, это сын, который первый родился, да? Он первородный. А левитов Кагена выкупает или нет? Нет. Они уже, да. А если, значит, он не левит и не Каген? Поэтому отец ребенка говорит, моя жена, израилит, то есть, израильтянка, в смысле, еврейка, но не левитка, да? Родила мне этого сына, первенца. А Каген спрашивает, что ты предпочитаешь? Своего первородного сына или пять села, которые ты обязан отдать мне в качестве выкупа за него? Отец отвечает, я желаю выкупить своего сына, и вот те деньги за его выкуп, которые я обязан дать по закону Торы. Ну, мы некоторые тоже супердуховные мессианские евреи говорят, но это, знаете, все Ветхий Завет. Но я считаю, что это очень хорошо, потому что этот выкуп напоминает нам ту цену, да, которой мы искуплены. И мы искуплены дорогой ценой. И мы искуплены для чего? Для служения Богу, да? Передавая Кагену выкуп, отец ребенка произносит благословение на выполнение заповеди и благословение на Шегехияну. Благословение на выполнение заповеди. Благословен ты, Господь, Бог наш Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе сына. Давший нас, как называется заповедь? В Цивану А Пидьон А Бен. Пидьон А Бен. Выкуп сына, да? Пидьон. Отсюда, может быть, и педиатрия происходит. Да? Пидьон А Бен. Каген берет деньги, кладет руки на голову ребенка и благословяет его. Пусть сделает тебя Господь Бог, подобный Эфраиму имя Наши. Пусть благословит тебя Господь и охранит тебя. Да, озарит тебя Господь и окажет тебе милость. Да, обратит тебя Господь лик свой и пошлет тебе мир. И тут мы переходим уже к новой группе благословений, которая относится к благословению детей. Да? Вот скажите, детей надо нам благословять? Мы просто обязаны благословять детей. Вы знаете, что наши дети, они постоянно находятся под прицелом сатаны. Вот как какой-то снайпер сидит и выцеливает себе жертву. Да? И если кто-то становится, какая-нибудь там толпа ходит, и вот между снайпером и его жертвой, и он не может прицелиться. Правда? Потому что что-то заслоняет. Но как только что-то перестанет заслонять, он обязательно сделает выстрел. Это закон такой, вы понимаете? Если враг не может поразить нас, он будет поражать самое дорогое. Да? Что самое дорогое человеку? Ну, вообще, самое дорогое человеку в жизни, наверное, да? Знаете, такой был фильм, когда Иванушку спрашивает, что на свете всего дороже, такой паук на него засел, если он правильно не ответит, да? Тут ему карачен будет. Это Иванушка думал, и он там что-то говорил. Нет, неправильно. Там, говорит, жизнь всего дороже, да? Но ради детей мы можем даже пожертвовать своей жизнью. Правда? И это враг знает. Поэтому, если нас он не может застать врасплох, то он обязательно отыграется на жене, или на детях, или на каких-то ближних. Поэтому это просто обязанность. Это просто обязанность. Замысел Бога включает благословение его детей. Обязанность родителей следовать замыслу Господа и заветам патриарха в их благословении. Отцы Старого Завета желали исполнения их благословений в жизни детей. Тоже мы ждем и в нашей жизни. Правда? Вот, смотрите, когда Бог создал Адама и Ио, да? И он благословил. Благословил их и сказал, что плодитесь и размножайтесь. Он что сделал, прежде всего? Благословил их, да? Бытие. Первая глава, 28 стих. Авраама, Бог принял себя и что он сказал? Благословил. Бытие, 12 глава, 1-3. Иакова. Бытие, 32-24. С благословения начал обучение своих учеников Иешуа Мессия. Матфея, 5 глава, с 1 по 16 стих. Так же Исаак благословлял своих детей Исава и Иакова. Причем, разное благословение у них было. Правда? И все эти благословения сбылись в их жизни. Вот. Особое благословение было для Ефрема и Монасии. Помните, да? И вообще, когда Иаков благословлял все свои 12 детей, и завтра мы будем, если будет возможность, будем живы говорить Габраха. Будет у нас завтра чтение тоже? Хорошо. Отрывок Габраха, да? Что? Зод Габраха. Это благословение. Это благословение, которое Моисей, да, давал тоже коленом Израиля. Тоже очень интересное место. Так что, если будет возможность, мы будем об этом говорить подробно. так, что на полтора. Не, ну, чтобы я знал, что рассчитывал на какое время. Хорошо. А в следующей неделе точно у нас будут занятия, кто-то приезжает, да? Чтобы я знал, как рассчитывать. Итак, сами дети являются благословением. Согласны? Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Потому что иногда дети нам кажутся не благословением, а еще одним крестом, который мы должны носить, да? Крестик и один крестик, два крестика, три крестика. И кресты нашивают унылая осень по погряному золоту наших погон. Но дети это не кресты, которые вынесем на плечах своих. А что? Благословение. Да. Это благословение. Вот. И видите, когда пытался уничтожить Ишуа, или когда пытались уничтожить Моисея, видите, что дьявол побуждал царей? Уничтожать детей, да? Вот. Все мышцы, швины мужского полцового младенца были умершлены фараоном, да? И Моисея чудом остался живой. А Ирод приказывал убить всех мальчиков до двух лет, потому что он знал о том, как придет Мессия. Видите, современные евреи не понимают этого, но Ирод, который, будучи не еврей, он знал, потому что дьявол, он лучше знает Божьи законы, чем многие из верующих. Вы согласны с этим? И если дети не получают Божье областение от своих родителей, то сатана приобретает уверенность в ее стремлениях расстроить замысел Господа для этих детей. Есть замысел у Бога для каждого из нас, а для сатаны есть замысел. Скажите, Гитлер мог быть благословением для своих родителей и для Германии, правда? Вот. Но он сам избрал по какому пути, а? Ну, как сказать, ну, на четверти точно. Может быть, даже чуть больше. Вот. Причем у Гитлера бабушка была еврейка, но со стороны отца тоже прадедушка. Так что там получается больше, чем четверть. Больше, чем четверть. Хорошо. И дальше, если мы посмотрим, да, то дети являются символом договора. Видите, первый договор, который совершил Господь, это что? Плодитесь и размножайтесь. Включается в договор дети. Да, включается. Вот некоторые говорят, что там Бог не давал в раю родиться там детям, а когда они попали, вышли из рая, вот тогда родились. А мы не знаем, сколько времени жил Адам в раю, да? Может, он один день жил. По крайней мере, один день в субботу он точно там провел. А может быть, он 130 лет прожил, а потом уже родились дети. Но когда родились дети, мы видим, что там уже была греховная природа, да? Может, непослушание Адама еще было в том, что он 30 лет, 130 лет, да? 130 лет еще и не было у него детей. Кто знает? Но дети, это благословение первое, мы должны отметить, запишите, да? А второе, что это символ договора. Это символ договора. В Бытие 9 глава, где Бог тоже скричал в договор с Ноем, благословил Бог Ноя и сказал плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Правда? И вот я поставлю завет мы с вами и с потомками вашими после вас. И все люди находятся в каком завете? В завете Ноя, да? Как евреи, так и не евреи. Аврааму тоже самое благословятся всеми твоем, да? Все народы земли. То есть приумножение потомства это важная часть благословения. Это важная часть благословения. Когда благословлял Бог Давида, когда благословлял Бог Соломона, входили потомки в благословение, да? То есть, мы видим, что это постоянно входит в благословение. И в Новом Завете, да? И в Новом Завете Ешуа по-особому относился к детям. Видите? Евангелие от Марка 10.16 И обняв их детей, возложил руки на них и благословил их. Возложение рук является одним из важных составных частей благословения. То есть, благословил их. И все синоптические Евангелие отмечает этот случай. То есть, Ешуа возлагал руки на детей и благословлял. И что же он говорил? Очень даже возможно, и я думаю, что это было именно так, а не иначе. Он благословлял их так, как благословляли евреи, да? Издавна. Издавна это благословение Аарона, мы говорим, благословение Кагена и призыв благословлять детей. Видите, как интересно? Да. Потомство часть благословения. И теперь мы говорим, что в Новом Завете эта идея благословения есть, да? Почему называется это благословение так вот, по-разному? Называют благословение Аарона, почему? Потому что это предписано Аарону благословлять, да? Ну, еще сказано, пусть благословляют сынов Израиля. Поэтому сыны Израиля, вы сами понимаете, что если еврит, вы знаете, уже еврит, говорят сыны Израиля, а куда дочки елися? Туда же, да? То есть мальчики и девочки, они ходят, да, в это благословение. Поэтому это еще называет благословение детей и благословение когенов. Потому что в Миньяне, если собираются 10 когенов, тоже благословляются сынов Израиля особый образом. Когенов должны быть босиком, так, вот, здесь должен быть столик на голове и они поднимают руки. Вот, это знак Солнца, да? Знак Солнца. Потому что когда Моисей сходил с горы, у него что было? Вот такое сияние, как корона. Вот так видите, два пальца вместе, и два пальца вместе, да? И растопыренный пальцем, вот так. Сложить сначала так пальцы, а что там развеетесь? Вот. И благословение это произносит в Миньяне. Но в любом случае мы имеем возможность и право такое благословлять, да? Благословлять эти благословения. И это одно из тех благословений, которое зафиксировано, да, что говорится, именно так благословлять. Поэтому я лично верю, что, вы понимаете, очевидные вещи, которые были понятны любому читающему, не объясняются. Вы сами понимаете, да? Да. Поэтому не объясняется, как благословлял хлеб. Не объясняется, как благословлял, там, на Двиновом благословении читал. Не объясняется, как было благословение над детьми. Правда? Но, скорее всего, благословение было именно таким. Хорошо. Еще мы поговорим о примере благословения, да, на примерах наших патриархов. На примере наших патриархов. Аврааму, Ицхака, Якова. Хорошо. Давайте сделаем перерыв. Да, небольшой.